Продолжение следует... Продолжение следует... Также вышел из Swisscom с крошечным плюсом. Не очень верю в перспективы роста котировок к акции этой компании. Уменьшил долю акций Berkshire. В своем портфеле я держу его в основном как бенчпарк, чтобы сравнивать себя любимого с не менее любимым Уорреном Баффетом. Залез ненадолго в Dow Jones и в DAX и сбежал оттуда, зафиксировав крошечную прибыль. Шорт по биткоину по-прежнему открыт и находится в районе нуля, вызывая кучу эмоций со стороны криптоевангелистов. Ну и пусть. Идея Павла Пахомова, руководителя аналитического отдела Санкт-Петербургской биржи, войти в Macy's, которую многие критиковали, которую я использовал в портфеле, пока дает очень позитивный результат. Macy's начал расти и эту позицию я буду держать. То же самое с идеей, которую высказал в эфире Финверсия ТВ Василий Коновалов, Darling Ingredients, рост около 20%, и также эту позицию буду держать. Ну, естественно, свой Boeing мне вообще уже положено, в общем, медаль за преданность Boeing, наверное, давать. Я по-прежнему держу, Boeing подрос на минувшей неделе, и я полагаю, что в этом году мы увидим рост на несколько десятков процентов, поэтому в обеих частях моего портфеля, и на платформе eToro, и на платформе Finam, Boeing уделено довольно значительное место. И еще одна сделка, которая вызвала также эмоции, NVIDIA. Об NVIDIA говорилось в опубликованном на нашем канале обзоре потенциально интересных акций от компании X-Critical, и появился комментарий на тему, ага, сейчас я войду в акции NVIDIA. Вот этот комментарий, он вызвал у меня такой спортивный, не то что злость, но спортивный интерес. Я вошел в акции NVIDIA, и пока мы видим рост. Так что все основные торговые гипотезы, конкретные точечные гипотезы прошлой недели, весьма удачно сработали, а шорт по биткоину остается, что называется, для затравки интереса. По Netflix, кстати, идея прошлая. Напомню еще раз, что в начале года по совету Петра Пушкарева я в него вошел, а в конце весны по совету Олега Абелева аналитика компании Recom вышел. И, похоже, оба советы были, что называется, в точку, поскольку регулятор США инициировал расследование в отношении компании Netflix. И мы видим по графику, что выход из Netflix состоялся весьма как вовремя. Словом, можно констатировать полный стопроцентный успех, успех портфеля в целом, успех отдельных торговых гипотез на прошлой неделе, если бы не одно но, это но, это индекс доллара. Индекс доллара по-прежнему держится на уровнях чуть ниже того прогноза, который я дал в начале лета. И таким образом мы видим, что хотя бы часть прибыли вызвана тем, что курс доллара снизился, и, соответственно, происходит элементарная девальвация активов. На эту тему можно, конечно, и нужно задуматься. Я полагаю все-таки, что в ближайшее время индекс доллара стабилизируется и даже может несколько подрасти. Поэтому вариант лонга по индексу доллара рассматриваю как, ну, такую вполне рабочую гипотезу. Мой прогноз по рублю, несмотря на злую довольно-таки критику под традиционным выпуском, посвященным курсу рубля, по-прежнему он продолжает сбываться. Рубль в августе держится в диапазоне 72-74 рубля за доллар, несмотря на все крики о том, что он обвалится. И я думаю, что в сентябре мы увидим продолжение этой тенденции. И рубль, разочаровывая присяжных пессимистов, продолжит держать позицию примерно в этом диапазоне. Хотя тут есть и свои минусы, которые действуют как на рубль, так и на рынок в целом. Международное энергетическое агентство ухудшило свой прогноз спроса на нефть. Так что рост нефти осенью, на который рассчитывали очень многие аналитики, и я в том числе, находится под вопросом. Я полагаю, что нефть вряд ли осенью может пробить в самом оптимистическом сценарии уровень 50 долларов за баррель. Но и не вижу предпосылок, чтобы нефть снизилась ниже 40. Поэтому если выбирать пациент скорее жив или скорее мертв, я выбрал бы вариант все-таки скорее жив. И еще один момент, о котором я говорил еще в мае-июне, тоже такая спорная дискуссионная тема. Тема того, что этим летом, в августе-сентябре усилится тенденция такого глобального отхода мировой экономики от углеводородной парадигмы. И вот любопытный материал в подтверждении моего тезиса о том, что коронавирус развеял миф об устойчивости нефтегазового сектора. Я думаю, что эта позиция бесспорна. А вот насколько поэтапно нефтегазовый сектор начнет вообще уменьшаться, это, что называется, будем посмотреть. И, кстати, еще один фактор, который следует учесть в связи с нефтяным рынком, это то, что по статистике в июле страны ОПЕК более чем на 1 миллион баррелей в сутки увеличили добычу нефти. И, конечно, это увеличение вряд ли скажется в качестве фактора, способствующего повышению цен. Ну, так или иначе, мне кажется, у нефти в ближайший месяц-два предстоит довольно-таки спокойный период с точки зрения динамики котировок. Ну, и самое неприятное, что, возможно, остановит вот то движение рынка и ту трейдерскую атаку, которую мы начали, это, конечно, продолжение, можно сказать, что терок между Пекином и Вашингтоном. И конфликт США и Китая, судя по мнению многих аналитиков, выходит на новый уровень. Китай объявил о том, что поощряет слияние своих брокеров для того, чтобы создать таких крупных игроков фондового рынка и противостоять игрокам с Уолл-стрит. Это все не прибавляет оптимизма рынку. И последний момент из этой же серии – это то, что встреча, на которую я рассчитывал вкупе с экономическими данными, встреча 15 августа, онлайн-встреча между США и Китаем по поводу торгового соглашения, перенесена, там не очень внятные объяснения, что графики не совпали, занятость и так далее, и так далее. Но, так или иначе, момент не самый приятный, который, как предположил мой коллега Петр Пушкарев, если вы посмотрите свежий блок Петра, вполне может охладить рынки в начале новой недели. Ну, еще один фактор, который почему-то очень многие инвесторы, финансисты, аналитики обсуждали как значимый, я, правда, честно говоря, не понимаю почему, это тема Белоруссии, белорусской власти, белорусских выборов, будущего Лукашенко, будущего Белоруссии вообще и так далее, и так далее. Скажу сразу, я стою в стороне и, пожалуй, отошлю наших зрителей к блогу Евгения Когана, который предполагает, что вероятность введения санкций против Белоруссии достаточно высока. Однако, мне кажется, белорусский фактор, ну, никак не скажется ни на российском, ни тем более на западных фондовых рынках. И еще один материал, на который я бы хотел обратить ваше внимание, это что-то вроде круглого стола, который был проведен РБК, и эксперты призвали в ходе этого круглого стола новичков фондового рынка инвестировать в компании, к которым относится принцип «to be, to fail» – слишком большие, чтобы обанкротиться. Мы хорошо знаем, что очень любят на российском рынке использовать эту позицию, этот аргумент, мол, слишком большие, чтобы обанкротиться, а при этом оговаривая, что почему-то на западных рынках, мол, может рухнуть все. И опыт 2008 года, когда рухнул «Lemon Brothers», конечно, это подтверждает. Другое дело, что «Lemon Brothers» был один из многих «Lemon Brothers», а, например, «Boeing» или «General Motors» – это явно не один из многих «Boeing» и «General Motors». Так что я, в общем-то, рад, что моя идея об устойчивости голубых фишек американского рынка поддержана и другими экспертами. И, кстати, я в связи с этой идеей в конце минувшей недели вошел еще и в «Макдональдс». Располагаю, что это перспективная акция, хотя, конечно, о взрывном росте вряд ли может быть речь. Частные инвестиции 2020. Планы на осень. Познакомиться с результатами тех инвестиционных идей и решений, которые были озвучены ранее. Услышать прогнозы по курсам рубля и доллара, золоту и нефти. Сориентироваться в доступных рынках и инструментах. Понять, какой уровень доходности достижим сегодня при активных инвестициях. Выбрать свой стиль инвестиций до конца 2020 года. Составить собственный план и архитектуру активных инвестиций на 2020 год. Открытый инвестиционный вебинар «Яна Арта» на канале «Финверсия». 22 августа в 18.00 по Москве. Ну а теперь о том, какая статистика нас ждет на будущей неделе. Понедельник, 17 августа, традиционно теперь для понедельников очень скромный день по статистике. Из важных событий, пожалуй, можно отметить публикацию данных по ВВП Японии. Во вторник, 18 августа, ключевое событие – это заседание Совета министров финансов и экономики в еврозоне. И с учетом принятого общеевропейского плана, согласованного, сбитого на компромиссах, но тем не менее достаточно эффективно выстроенного. Ну вот это заседание может добавить какие-то штрихи. Ну а в США, наверное, главным будет выступление члена комитета по открытым рынкам ФРС США Лелла Берейнерда. В среду, 19 августа, очень много экономической статистики по Японии и Британии. И публикуются европейские ценовые индексы. А также в этот день одно из восьми в год публикации протокола Федерального комитета по операциям на открытом рынке, по которому можно судить о перспективах кредитно-денежной политики в США, по крайней мере, в том плане, какой эту политику видит ФРС. В четверг, 20 августа, много разнокалиберной европейской экономической статистики и традиционно публикуются объемы первичных и повторных заявок на пособия по безработице в США. В пятницу, 21 августа, очень разнообразная статистика по Азиатско-Тихоокеанскому региону и европейским странам в розницу. И обращу внимание на публикацию индекса маркет в Германии, Британии, США и еврозоне в целом. Это в последние месяцы весьма значимый индикатор. Ну, в этот же день объем розничных продаж в Канаде, и будем ожидать, что, как и в других странах, которые отчитались по объему розничных продаж на прошлой неделе, канадские показатели окажутся выше ожидаемых. Но надо отметить, что по-прежнему новости, в том числе новости о конфликтах, американо-китайском прежде всего, и твиты Дональда Трампа по-прежнему давлеют над статистикой. Что ты скажешь? Нам бы с вами так, чтобы наши речи и филиппики влияли на содержимое нашей жизни, на качество нашей жизни больше, чем реальная статистика наших кошельков. И, кстати, о словах. Напомню, что 22 августа в субботу в прямом эфире пройдет мой традиционный вебинар. На этот раз мы строим инвестиционные планы на осень 2020 года. А чтобы не быть голословными, мы смотрим, что же произошло с тем портфелем, модельным портфелем, который был сформирован на вебинаре 15 февраля и подвергся небольшой ребалансировке на вебинаре в конце мая. Пока он дает очень позитивные показатели, несмотря на то, что я совершенно не учитывал в феврале возможность такого глубочайшего провала коронавирусного. Поэтому, я думаю, разговор будет интересен. Тем более, что определенные потенциалы за эти полгода исчерпаны. И на осень стоит вопрос, какую ребалансировку произвести, какие новые позиции возможно открыть, какие старые возможно закрыть и на какие факторы обращать внимание. Но отдельно хотелось бы обратить внимание еще на мероприятие, возможно, даже более интересное. 18 августа Финам проводит онлайн-заседание своего инвестиционного клуба, который будет посвящен закону о квалификации инвесторов. И тема заседания, понятно, возможности для квалифицированного инвестора. Это мероприятие пройдет в формате видеоконференции, плюс трансляция начала в 12 часов по Москве. А подробности вы можете узнать по ссылке в описании под нашим видео. Ну и напомню, я все время забываю маркетинговую составляющую блогов, а помнить надо, коллеги постоянно пинают. Напомню, что вы можете подписаться на канал Финверсия ТВ не только на Ютубе, но и в Телеграме, и в Яндекс.Дзене. А также приглашаю всех желающих стать подписчиками моей страницы в Фейсбуке. Все эти ссылки также в описании под видео. Я настроен очень позитивно, я настроен очень агрессивно на следующую и после следующей недели. И дай бог, что август будет, наверное, все-таки самым прибыльным, самым интересным и самым потенциально перспективным из всех летних месяцев на фондовом рынке. До встречи!